Здравствуйте, меня зовут Юрий. Мы с Булатом работаем в компании Mail.ru, проект Target. Мы пришли рассказать о своем опыте использования ClickHouse, о том, как все было хорошо, как что было непросто и чему мы научились. Мы будем рассказывать про опыт использования Hadoop, MySQL и ClickHouse. Первым у нас идет Hadoop и что это такое. Мы знаем, что это такое, но ключевые технологии, которыми мы пользуемся, это HDFS и MapReduce. HDFS — файловая система, в которой мы храним все события рекламной системы. То есть клики, показы, какие были интересы у пользователя, география, возраст и так далее. MapReduce — это фреймворк, который позволяет все эти данные удобно обработать. Но у этого подхода есть определенные минусы. Первый из них — это производительность. Если MapReduce дальше нужно найти буквально одно событие в день, то это происходит очень неэффективно, поскольку нужно поднять с диска, распаковать, обработать, отфильтровать все события за день. Второе — это неудобно для использования при построении отчетов. То есть группировки, сортировки, обращение к словарикам — это все нужно велосипедить. Примерно год назад мы узнали о том, что есть такой замерзательный продукт ClickHouse и решили посмотреть, может быть, он поможет решить наши проблемы. И при знакомстве с ClickHouse мы осмотрели, оценили его основные возможности, которые нам показались интересными. Во-первых, шардинг и репликация. То есть если у вас много данных, вы не хотите их потерять, то это просто очень нужно. Второе — рекомендация ClickHouse — использовать широкую таблицу фактов. И это хорошо совпадает с тем, какие у нас данные. То есть у каждого события есть множество атрибутов, которые просто созданы для такого подхода. Словари в MySQL. Дело в том, что у нас уже есть множество словариков, которые, например, декодировать географию. И поддержка нативная в ClickHouse, она позволяет очень мягко вписать ClickHouse в существующую инфраструктуру. HTTP-интерфейс — это тоже мы считаем большим плюсом, поскольку HTTP-протокол, с ним все умеют работать, и, например, для балансировки нагрузки не нужно какое-то дополнительное решение. То есть это может просто сделать с Гинкс. Загрузка данных. Для загрузки данных мы используем формат row-байнери. Это самый быстрый формат, который поддерживает ClickHouse, доступный через HTTP. Для загрузки данных мы накапливаем данные до одного миллиона строк, поскольку ClickHouse плохо работает, если вставлять по одной-две строки. Один миллион — это ограничение, связанное с тем, как работает дупликация ClickHouse. То есть если блоки больше, чем миллион строк, то она не работает. Поскольку передача таких больших блоков занимает длительное время, то мы используем несколько потоков. И сжатие на клиенте. Мы его не используем. Дело в том, что сжатие займет время, сопоставимое с загрузкой блока данных. Соответственно, экономии по скорости загрузки мы не получим, и смысла очень мало. И перейдем к тому, что мы загрузили какие-то данные, и сколько они занимают места. То есть одна из метрик — это насколько хорошо сжимает данные ClickHouse. Здесь нужно остановиться, что прямо в лоб нельзя смотреть на этот график. Дело в том, что в Hadoop данных все же немножко больше. То есть некоторые атрибуты событий мы не загружаем в ClickHouse, которые иногда нужны. Но показывает о том, что данных в нем достаточно много. И переходя к следующему слайду, мы привели простой тест производительности. Мы сделали поиск числа событий по типу за один день. То есть это простая задача, которая периодически возникает. Но у нас нет графика, поскольку разница в производительности почти в 350 раз. Соответственно, ClickHouse выполнил запрос за одну секунду. Hadoop при помощи AppReduce выполнял 6 минут. Это, наверное, основная причина, по которой мы стали очень пристально рассматривать ClickHouse. И он получил шанс в большую жизнь. Для чего мы его используем? В первую очередь это отчеты пользователя. То есть пользователь может запросить какие-то данные у нашей системы и получить результат. Они двух типов. Оффлайн и онлайн отчеты. И основная разница — это просто время, за которое отчет должен быть построен. Я продолжу дальше про оффлайн отчеты. Их реализация состоит из трех частей, трех шагов. На первом шаге пользователь накликивает отчет в веб-интерфейсе, выбирает кампании, дату, время и так далее. На втором шаге мы его выполняем, общаясь с ClickHouse. А на третьем пользователь скачивает результат. То есть если пользователю нужен CSV или XLSX, мы не выполняем отчет в два раза. Он просто выполняется один раз, а потом рендерится в нужный формат. Подробнее остановлюсь на том, как мы общаемся с ClickHouse. Во-первых, мы выполняем проверку прав, и мы выполняем ее сами. Поскольку у нас одна широкая таблица фактов, то мы должны убедиться, что у пользователя есть права для доступа к запрошенным данным. Потом включаем SQL-словарики. Поскольку ClickHouse их поддерживает нативно, то это очень удобно. Далее мы ограничиваем сложность запроса. Поскольку данных очень много, то получить отчет с миллиардом строк просто никому не нужно. Поскольку некоторые метрики, которые пользователю необходимы, а не требуют вычислений, то временные колонки мы скрываем через подзапрос. И результат ClickHouse мы получаем в формате JSON. Это тоже осознанное решение. Мы выбирали между CSV и JSON. Но JSON победил, поскольку он просто позволяет получить больше данных. Во-первых, вы получите метаинформацию о колонках. И второе, он позволяет оценить, насколько был обрезан отчет. То есть он передает данные о минимальном размере отчета до использования Limit. И предварительные выводы для оффлайн-отчетов, что мы получили. Во-первых, мы оценили производительность ClickHouse. То есть по сравнению с Hadoop, ну скажем так, сейчас Hadoop занимается совершенно другими задачами. То есть задача построения отчетов оффлайн полностью перешла на ClickHouse. И экономия железа. То есть у нас ClickHouse-кластер намного меньше Hadoop-кластера, но позволяет получить намного интереснее результаты. Сейчас я хотел передать слово Булату. Он расскажет про ClickHouse и MySQL. Спасибо, Юра. Как уже мой коллега упомянул, у нас есть оффлайн-отчеты и онлайн-отчеты. Разница в них в том, что для онлайн-отчетов пользователь делает запрос, и он сразу же получает данные и хочет видеть графики. Соответственно, у нас там запрос должен выполняться менее чем за одну секунду. Вот до ClickHouse мы все это строили на MySQL. И чтобы укладываться в данные СЛА, мы применяли различные трюки. Это таблицы практически для каждого отчета с оптимизированной структурой и с предагрегатами. То есть чтобы не считать данные каждый раз, когда выполняется запрос, а использовать уже то, что заранее посчитано. Все это нас ввело к тому, что таблиц становилось больше, их было сложнее поддерживать и сложнее добавлять новые отчеты. И смотря на опыт успешного внедрения ClickHouse для оффлайн-отчетов, возникла идея попробовать его же для построения онлайн-отчетов. Первое, что нам нужно было решить, это выбор схемы данных. Остановились на материализованных представлениях, поскольку исходный объем данных очень большой. Это терабайты в месяц. А для отчетов есть требование, что данные должны быть доступны до нескольких лет. И выбрали двухуровневую агрегацию по часу, то есть данные агрегируются до начала часа, для отчетов, которым нужны данные в разрезе от часа и до месяца. И агрегируем за месяц для всех остальных, от месяца и более. Поскольку в ClickHouse нет вторичных индексов, сделали еще два представления по объектам. Это по паре рекламная кампания пользователь и по паре рекламная кампания баннер. В этом случае у нас запросы получения статистики по рекламной кампании выполняется по первичному ключу. И запрос получения статистики по баннеру тоже выполняется по первичному ключу. Следующая задача, которую нужно было решить, это загрузка данных. То есть у нас уже есть отчеты, и мы не можем потерять данные. Мы не могли использовать популейт, поскольку при создании материализованного представления с популейт подразумевается, что в момент создания представления не будет идти загрузка данных. Поэтому пошли другим способом. Нужно было загружать данные в иннертаблицу материализованного представления. Первый. Тут стала следующая проблема. Это четкое разделение тех данных, которые уже есть в материализованном представлении, и которых еще нет в материализованном представлении. То есть дело в том, что после создания материализованного представления в него сразу же начинают попадать новые данные. И в этом случае тяжело разделить. Первый оптимистичный вариант был – это указать условие V. То есть сказать, что там вот таймстэмп у нас больше указанного заранее времени, и только такие события должны попадать в материализованное представление. С этим у нас не получилось, поскольку после применения преобразования к таймстэмп в условии V уже доступно только то значение, которое получилось после преобразования. То есть округленное до начала часа. Поэтому мы пошли другим путем. Тут, наверное, стоит упомянуть, что при подготовке, благодаря Леше, мы нашли способ, как заставить это работать. И как же? Оказалось, что Клихаус поддерживает возможность указать псевдоним для колонки внутри функции. Но мы про это не знали, поэтому пошли тернистым путем. Как же мы поступили? Мы научили сервис, который у нас заливает данные, останавливаться в определенный момент времени. То есть мы ему, как вот здесь на графике, мы ему говорим, как только зальешь все данные, которые были до часу дня, остановись. После этого, как сервис залился, данный остановился, мы создаем материализованное представление без популейт и продолжаем заливку данных. Сейчас у нас уже есть вот этот момент времени, по которому у нас четко разделяются данные, которые нужно залить, в иннертаблицу и данные, которые уже есть. Далее заливка идет уже через insert-select в иннертаблицу материализованного представления. Что ж в итоге? В итоге у нас получилось, что даже несмотря на то, что мы в ClickHouse храним больше данных, чем в MySQL, наверное, стоит оговориться, что изначально у нас отчеты были доступны с разрешением в один день. В ClickHouse мы сделали возможность до часа, как я упоминал. То есть у нас данных получилось в 24 раза больше только за один день, плюс мы в ключ добавили больше полей. В итоге у нас получилось примерно на 50 тысяч записей больше, 50 тысяч строчек больше в ClickHouse, чем в MySQL. И несмотря на все это, у нас размер данных на диске сократился в два раза. По времени обработки запроса. У нас опять получился выигрыш. Тут на графике как раз отображен момент, когда мы переключили наш сервис с получения данных с MySQL на получение данных с ClickHouse. Видно, что время обработки запроса сократилось. Соответственно, какие мы сделали для себя выводы. ClickHouse действительно быстрый. У нас получилось меньше таблиц. Ими проще управлять, поскольку часть работы по заливке данных ClickHouse берет на себя. То есть в MySQL нам приходилось самим заливать данные в новые таблицы. В ClickHouse мы создали материализованное представление. И дальше все происходит под капотом. Тут, наверное, еще стоит сказать про то, что это очень хорошо, что ClickHouse поддерживает SQL. Дело в том, что у нас переключение сервиса с MySQL на ClickHouse произошло очень быстро. Мы используем у себя библиотеку ДБР. Это такая библиотека, которая позволяет себе инкапсулировать разницу диалектов SQL. То есть один и тот же запрос может преобразовать в запрос, понятный для MySQL, и в запрос, понятный для ClickHouse. И написали свой гошный драйвер для ClickHouse, который совместим с вышеупомянутой библиотекой ДБР. Соответственно, какие же сложности нам пришлось преодолеть на этом пути? В первую очередь это альтеры. То есть в какой-то момент мы использовали нуль таблицы для заливки данных и обнаружили, что для них нет альтеров. Как бы это небольшая проблема. Можно удалить и создать нуль таблицу заново, но в миграциях CreateTable, DropTable смотрится немножко странно. Второе. Это нет альтеров для материализованных представлений. Для нас это серьезное ограничение, потому что нельзя заранее предугадать все. Поэтому мы сами работаем над этой задачей. Далее нет альтера, если поле входит в индекс. Опять у нас возникла ситуация, когда изначально была выбрана колонка с типом меньше, чем нужно. С нашей точки зрения такой альтер возможен. То есть должно быть несложно сделать альтер таблицы, даже колонки, если она входит в индекс, при условии, что не меняется порядок сортировки данных после изменения типа колонки. Далее это при разрушении rate клихаус сам не восстановился. Нам пришлось отдельно информировать его об этом в виде force restore data и про трудности обновления. Понятно, что продукт развивается, и разработчики не могут предусмотреть все use case пользователей. Поэтому тут наш путь, по которому мы решили пойти, это сделать отдельный стенд и покрыть тестами все те кейсы, в которых мы используем клихаус. То есть дело в том, что он развивается, меняется формат данных хранения в ZooKeeper, и как бы роллбэк может стать очень дорогим. Поэтому нужно предусмотреть по возможности все варианты, чтобы, когда обновляешься, минимизировать вероятность роллбэка. Какие наши дальнейшие планы по использованию клихаус? Хочется попробовать партиционирование по произвольному ключу. С нашей точки зрения это должно облегчить перезаливку старых данных в случае, когда выяснилась ошибка при заливке. Доделать, соответственно, альтер-материализованных представлений. И исходя из нашего опыта использования клихаус, мы поняли, что не было смысла нам делать две материализованные представления отдельно для рекламных кампаний и отдельно для баннеров. Можно было сделать одно материализованное представление с широким ключом, поскольку между баннером и рекламной кампанией есть взаимоотнозначная связь. И при запросе всегда, когда идет запрос по баннеру, всегда еще указывать список рекламных кампаний, с которыми эти баннеры в запросе связаны. Спасибо всем за внимание. Клихаус действительно решает проблему. Я расскажу, как мы пришли к клихаусу. И, наверное, на самом деле, то, что сейчас буду рассказывать, уже, наверное, где-то мелькало в предыдущих докладах, но я расскажу нашу историю. Изначально у нас был Postgres, в котором мы собирали какие-то данные. В основном это были данные веб-аналитики и метрики. И потом мы столкнулись с ситуацией, когда нам нужно собирать сырые данные, благо метрика это позволяет. И у наших коллег оказался кластер с хайвом, который мы, естественно, решили попробовать. Мы загрузили немножко данных, получилось 2 терабайта по хитам за какой-то там период. И решили запустить select count звездочка, посчитать, сколько там записей. И это заняло 17 минут. Мы поняли, что так дело не пойдет, и очень долго мучились. И потом в какой-то момент решили попробовать click house, хотя, если честно, я относился к этому скептически. И когда попробовали, мы поставили click house просто на обычной дестопной машине, у которой было 8 гигабайт памяти и 256 SSD. И залили те же самые данные, и получился запрос, выполненный до 3 секунды. Тут мы мучиться перестали. И что мы в итоге из этого получили? Что, во-первых, у нас все работает быстро. У нас есть всего 2 таблицы, которые выдает Яндекс.Метрика, по которым мы можем построить вообще все отчеты, которые можем веб-интерфейс, а значит мы можем их переносить в свой интерфейс. У click house мы получили вдобавок красивый графический интерфейс в виде табекса. И отличный HTTP интерфейс, с помощью которого мы забираем данные в Excel, чтобы обновить какие-то графики в Power BI и так далее. А также мы получили целый набор специфичных функций для работы с массивами, JSON и так далее. И все это из коробки, не надо никаких делать костылей. И в принципе это нативная такая структура для логов метрики. Ну и в конце концов мы получили время на анализ, а не на сбор, обработку и ожидание выполнения этих запросов. Немножко расскажу, зачем вообще нам понадобились сырые данные и как мы их использовали. Например, у нас есть такая структура урлов, у нас есть на сайте новости. И все урлы в виде ID. И у каждой новости есть сфера, есть набор тегов. И нам нужно было посчитать, а как вообще по разным сферам или по разным тегам приходят люди, посчитать их уникально. И с одной стороны это можно решить, написав какой-нибудь фильтр в веб-интерфейсе Яндекс.Метрики, но получилось бы очень длинно, и веб-интерфейс с этим не справляется. А тут мы все вместе собрали, притянули табличку, в которой расшифровка этих ID в теги и сферы. И небольшим совершенно запросом обработали миллиард строк за 28 секунд и получили необходимый результат. Еще зачем может понадобиться кликхаус и сырые данные? Например, можно выходить немножко за рамки метрик, которые выдаются в обычном веб-интерфейсе, и считать, сколько человек был на той или иной странице. Потому что есть ID клиенты, есть время, когда он был, и URL. И с помощью этих метрик, с помощью этих данных чуть-чуть посложнее получился запрос, но тут тоже отработало очень быстро, и мы научились считать, например, прочитываемость статьи. То есть у нас есть длина текста в статье, у нас есть примерное количество слов, которые человек читает в секунду, и мы можем сказать, какая-то статья была прочитана или нет. Вот. У меня получилось очень коротко, поэтому, наверное, есть время на вопрос. или нет. У меня немного… Можно вернуться назад, к примеру, один? Там какая-то странная конструкция была, я чуть не понял, зачем вы это сделали. Вот здесь, да, то есть V1 равно 1, а потом кат 1 новости, и снова кат 1 новости. Мне сейчас так удобно просто писать, потому что 1 равно 1 всегда true, а дальше у меня на каждой строчке ent и какое-то условие, и мне удобно их так комментировать. А дублирование условий по новостям? А, это случайно произошло, да. Я понял, спасибо. Но не беспокойтесь, такие запросы оптимизируются, то есть на 1 равно 1 никакой overhead, и на дублирующиеся условия тоже никаких проблем. Хорошо, еще один вопрос. Маленький такой вопросик. Вот вы говорили, что вы сначала загрузили в одну систему, там у вас 3 терабайта, а потом вы развернули на ноутбуке, да, 256 SSD, и вы прям знали, что он туда прям один в один прям так вот красивенько зальется, или это повезло просто? И еще там система же занимает, наверное? Мне повезло. То есть пальцем в небо, понятно. Ну, я решил, что я залью сколько влезет и посмотрю. А еще такой маленький вопрос. А кто мусору разрабатывает? Просто очень неудобно бывает работать. На портале есть форма обратной связи, вы можете написать туда свой запрос. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Артем. Я аналитик в Яндексе. И я хочу рассказать вам о том, как здорово ходить в кликхаус из графического интерфейса Business Intelligence System. Поднимите, пожалуйста, руки. Кто знает, что такое BI? О, хорошо, много. А может быть, кто-то не знает? Поднимите руки, кто не знает. Есть такие. Хорошо, тогда в двух словах скажу. Википедия дает очень широкое определение, или даже высокое, что входит в BI. Ну, практически все от сырых данных, их обработки, ETL, Extract, Transform, Load и до конечных отчетов и вьюеров. Но на самом деле в обиходе под BI обычно имеется в виду именно самый верх этой вертикали. То есть графический интерфейс, в котором можно кликать, он превращает ваши клики в SQL или MDX запросы к базе и обновляет картинку на основе ответа. В наши дни бизнес-компаний все чаще основан на данных. То есть это и полезные ископаемые, из которого строятся сервисы, и это источник знаний для принятия решений. Аналитика в широком смысле это, собственно, извлечение знаний из этих данных. Конечно, у нас есть много разных инструментов, которые помогают это делать. Здесь просто несколько для примеров приведено. Часть из них — это вьюеры и разные сервисы с интерфейсом к готовым отчетам. И готовые отчеты обычно отвечают на не очень широкий круг вопросов. Ну а те, кто пишет код, могут писать скрипты, считать что-то в MapReduce и затем крутить эти данные в Jupyter или I-Python ноутбуках со всеми любимыми питаньячими библиотеками. То есть для большинства наших аналитиков это самые основные инструменты, но часто не хватает чего-то среднего между всем этим. Например, когда менеджеры и маркетологи принимают решения, им нужны цифры, цифры нужны быстро, и нужна гибкость, нужно чуть больше разных вещей, чем есть в готовых отчетах. Но когда дело доходит до кода, то задача может всегда увеличиваться и растягиваться. Ты опускаешься на уровень сырых данных, разбираешься, как в них отражается та или иная сущность, дальше начинается несколько итераций разработки, отладки, поиска сигнала, помноженный на сколько-то итераций, эволюции, уточнения вопроса. То есть в тот момент, когда принимаются решения, этого тоже не хватает. Поэтому хорошим решением оказывается предусмотреть чуть-чуть запас кейсов и сценариев, которые часто возникают, заготовить под них кубы и датасеты, положить их в кликхаус и ходить из бизнес-интеллижент-системы. И вот как это работает. В нашем случае мы пробуем популярную во всем мире BI-систему табло, ее десктопная версия, которая ставится на ваш ноутбук. Когда вы кликаете, она генерирует SQL-запросы. ODBC-драйвер кликхауса их перерабатывает и отправляет в базу данных. Вы ее можете разместить на виртуальных машинах или ваших железных серверах, где у вас лежат плоские, максимально плоские датасеты, где уже все, что нужно, поджойнено изначально при обработке сырых данных, например, в MapReduce. Работает, конечно же, не все. Например, табло-десктоп в версии для маков не поддерживает сейчас кастомные ODBC-драйверы, поэтому к кликаусу не может подключиться. И разработчики табло пока не смогли ответить, когда они это доделают, но хочется верить, что рано или поздно пользователям макбуков тоже будут счастливы. Также не все запросы отрабатывают, то есть не все ваши клики в интерфейсе табло дадут результат, иногда будут случаться ошибки, потому что SQL-диалекты отличаются. Но мы верим, что большинство этих проблем должно полечиться по мере развития ODBC-драйвера, может быть, какие-то функции потребуются поддержать в самом кликхаусе. Ну и некоторые коллеги опасаются, что если эта практика станет массовой и в один такой кастомный инстанс кликхауса пойдет одновременно много менеджеров и маркетологов с тяжелыми запросами, может получиться плохо. Мы пока с этим не столкнулись, но надо признать, что мы еще в самом начале пути и еще только пробуем это внедрять. Ну и вот как это выглядит. Можно рисовать временные ряды, всевозможные виды байчартов, таблицы, хитмапы, карты географические для геоданных, скатерплоты, пайчарты, скатерпайчарты, боксплоты, все, что может потребоваться аналитикам, чтобы прочитать полезный сигнал в данных. И, собственно, как начать пользоваться. Мы покажем это на примере публичного датасета со статистикой одного из зарубежных аэропортов. Его можно найти на сайте с документацией кликхауса, кликхаус.yandex, ну или по словам кликхаус онтайм. Онтайм — это название датасета, в поиске ищется. Мы скачиваем с публичного гитхаба ODBC драйвер кликхауса, ставим его на свою машинку рабочую. В панели управления Windows настраиваем подключение к источнику данных ODBC, выбираем кликхаус Unicode, появляется окошко, где мы заполним логин-пароль для доступа к базе, название вашей базы, хост, на котором она живет и наш любимый порт 8.1.2.3. И дальше мы можем запускать табло Desktop. Да, кстати, его, конечно, придется, видимо, купить. Он стоит 70 долларов в месяц на человека. Но для начала можно скачать бесплатный триал на две недели. Здесь мы на первом экране выбираем подключение к ODBC источнику, выбираем из списка базу, которую мы настроили в панели управления. Остальные поля подтянутся из ранее сделанных настроек. И дальше мы попадаем на первый экран, где мы выбираем таблицу из тех, что есть в этой базе. Если вдруг при заливке мы что-то не учли и хотим, чтобы какие-то поля еще конвертились, мы можем вместо таблицы поставить кастомный SQL-запрос, в котором сразу какие-то поля переформатить, как нам захочется, чтобы потом не делать это для каждого графика. Можем увидеть пример первых тысяч или десяти тысяч, например, строк вашей таблицы, чтобы увидеть, какие там бывают значения и что с ними можно сделать. И дальше кликаем на оранжевую вкладку, первый worksheet, рабочий лист, где мы будем создавать график. Здесь мы попадаем в основной интерфейс, где у нас есть левая панелька с списком доступных полей межеров, дименшинов. Дальше списки, пока еще пустые, списки полей для колонок и строк картинки, список фильтров и настройки отображения полей в цветах и подписях графиков. И вот мы выбираем какие-нибудь два поля, measure и dimension и перетаскиваем их в колонки и строки. Например, здесь мы выбрали время прибытия самолетов и количество записей, то есть количество рейсов, которые прибыли в эти временные интервалы. То есть здесь у нас уже было готовое поле с временами, побитыми на интервалы с полуночи до шести, с шести до семи, с семи до восьми и так далее. Если вдруг нет, в табло есть кнопочка, которая позволит произвольное числовое поле побить на такие интервалы. И вот мы получаем гистограмму, видим, что есть какие-то пики, когда самолетов прилетает больше. Дальше мы хотим побить их по авиакомпаниям. Мы находим это поле в левой панельке, также перетаскиваем его, например, в колонки или в строки. Да, здесь мы это перетащили в строки и теперь у нас на каждую авиакомпанию отдельная строка. Вот, например, сразу видно в первой строчке индекс AA, возможно, это American Airlines, у которой много рейсов ночью прилетает с полуночи до шести. Но компаний много, они здесь на экран не помещаются, а мы хотим отобразить компактно. Мы берем и перетаскиваем это поле на кнопочку цвет. И вот мы получаем одну компактную гистограмму, где мы видим абсолютное количество рейсов по временам и компаниям. Но если мы хотим посмотреть доли, тогда мы просто берем наше количество записей, копируем его и добавляем из контекстной менюшки Table Calculation. И в удобном окошке можно выбрать разные простые вычисления над этими абсолютами. Например, приращение дельты между ними или доли от горизонтали, от вертикали. Здесь мы выбрали доли от вертикали и получили гистограмму и с абсолютами, и с долями. Точно так же мы добавляем подписи. Мы любое поле, не обязательно то, которое показано размером столбиков, перетаскиваем на значок подписей. Здесь мы для интереса на верхнюю картинку вытащили название компании, а на нижнюю их доли. И вот так в несколько кликов менеджер-маркетолог может получить, что ему нужно. Конечно, иногда могут случаться ошибки. Например, здесь мы перетащили поле дата и получили ошибку unrecognized token. Сейчас на первых порах стоит быть готовыми иногда получить ошибки и находить способы обойти. В данном случае Tableau попыталось сначала сгруппировать все даты по годам, чтобы сделать дату иерархической и по клику на плюсик годы превращались в кварталы, кварталы в месяце и так далее. Но нам это не нужно, нам нужна просто дата, поэтому мы из контекстной менюшки выбираем exact date и теперь временной ряд работает. Мы перетаскиваем количество записей и получаем график загруженности аэропорта. Также мы перетаскиваем авиакомпании в цвет, получаем динамику. Видно, что в какие-то даты одни компании начали обслуживаться в этом аэропорту, другие прекратили. Также мы можем перетащить поле в какой-либо фильтр. Например, перетащим дату и мы можем, опять же, визуально настроить любую фильтрацию. Для дат и чисел можно ее регулировать ползунками. Для любых полей можно фильтровать по выражению, зависящему от других полей. И остается только объединить наши графики в дашборд, создав лист дашборда, увидев список созданных ранее графиков, сейчас их два, дальше их может быть сколько угодно много, в левой панельке вместо полей и также перетаскивая их в основное рабочее поле, мы создаем дашборд всего за несколько кликов, всего за несколько минут. Кажется, пользователи должны быть счастливы. Но, конечно, Tableau Desktop не единственная система, которая это позволяет делать, да и Clickhouse не единственная база. Вот несколько других знакомых решений, которые разные коллеги в разных сочетаниях пробуют. Конечно, в других странах для этих целей больше всего популярна Vertica. Кое-кто из моих коллег пробует для этих целей Greenplume. Узнаем скоро, хуже ли или лучше ли он Clickhouse. Ну и Hadoop здесь добавлен исключительно когда не Story. Конечно, сейчас с BI-системами это неприемлемое по скорости решение, да и даже MySQL уже не считается здесь приемлемым. А что касается BI, то кроме Tableau их прям совсем много-много. Есть вот такой магический Гартнеровский квадрат, где аналитики компании Gartner располагают разные BI-системы по двум осям. По горизонтали дословно здесь полнота видения, то есть функциональность, насколько много всего позволит вам сделать эта BI-система. И по вертикали легкость адаптации и внедрения, то есть насколько легко и на ура это все воспринимается людьми, не имеющими компетенции, то есть насколько хорошо это приживется у менеджеров и маркетологов. Конечно, здесь много субъективизма и эта картинка встречается в интернете в нескольких разных вариантах, где разные авторы по-разному располагают эти системы, но вот наиболее знакомые нам Tableau и Microsoft Power BI в правом верхнем углу, как лидеры. Ну, Power BI, кто-то из коллег пробовал с ClickHouse подружить, пока не получилось, но мы еще собираемся посмотреть на это попристальнее, может быть, подружатся. Tableau уже более-менее работает. Kulik, клик, ну, тоже по-разному можно прочитать. Табло тоже некоторые люди говорят Tablau. Вот. Клик кому-то удалось подключить к ClickHouse, и кто-то для каких-то специфических решений пробует контейнер SycoPintahoo, ну, то есть Pentahoo это контейнер, в котором несколько BI бывают и несколько других инструментов, и дальше через Mondrian это все подключается к ClickHouse, и на тестовом стенде уже заработало. Вот, то есть в левом нижнем углу здесь какие-то специфические нишевые решения приводятся, которые кому-то, может быть, помогут, но пробовать, конечно, стоит для начала с верхнего правого угла. Ну, и основное, кажется, все. Если я что-то забыл, возможно, вы спросите, и я вам расскажу еще. Спасибо. Клик Хаус. Время на один вопрос есть. Пожалуйста, вы. Извините, а можно? Сейчас уже попытался начать задавать. Простой вопрос. В общем-то, база данных бесплатная, как бы open source. Какие из них по такой же политике проходят? Business intelligence, presentation, что-нибудь из этого? Ну, некоторые из этих систем имеют бесплатную версию с ограниченной функциональностью, в том числе вот утверждается, что у Клика достаточно хорошая функциональность бесплатной версии, и можно пробовать. Так, конечно, большая часть из них требует денег, потому что это, ну, такой очень зрелый рынок, и эти компании, эти продукты используются во многих крупных зарубежных компаниях, поэтому те, кто их разрабатывают, в основном продают их за деньги и неплохо на этом живут. Спасибо. Спасибо. Очень важный вопрос, наверное, многих волнует. А табляу, кликвью, Power BI, Kibana, все что угодно, что нужно для того, чтобы подружить софт с Клик Хаус? Работает ли оно напрямую, или обязательно нужна прокладка в виде DPC драйвера? Спасибо. Да, она нужна, и кажется, в этом почти нет проблемы. То есть, единственная проблема, что табло не поддерживает ODPC на Mac, но так все делается по инструкции очень легко, и с первого раза более-менее у всех заводится, проблем не возникает. Ну, максимум, что если у вас на Windows не заработал 32-битный, у DPC драйвер то заработает 64-битный и наоборот. То есть, примеры, чтобы ни тот, ни тот не заработал, я пока не видел. Лучший вопрос? Лучший вопрос. Ну, конечно, про платность и бесплатность BI-систем. Конечно, мы надеемся, что их скоро будет больше и будет больше бесплатных. У нас уже получали за этот вопрос. Ну, не за этот, а вообще этот человек уже получал футбол. У нас есть другие призы. Еще один. Так, всем привет. Заранее извиняемся за сумбурное выступление. На самом деле, мы не очень готовились. Вообще, хотели изначально перенести это выступление на следующий метап. Поэтому это все экспромт. Хотели просто за пару минут, может быть, минут за пять, рассказать о нашем опыте использования клихауса и использование клихауса для интерпрайз-решения внутреннего. И в том числе работ клихауса с табло. Не только табло как доступная версия, а табло как серверная версия. Которые можно, эти отчеты, которые показывал Артем, паблишить и дальше с ними как-то работать, рефрешить их и так далее. Там есть свои особенности работы, свои проблемы возникают и так далее. Давайте начнем все-таки с самого клихауса. И вот Павел, он может сказать больше. Привет. В общем, мы из Дочи банка и как получилось так, что в такой интерпрайз-рорганизации мы используем такое не интерпрайз-решение, как клихаус, не интерпрайз, в смысле не кровавый интерпрайз, а вот что-то модное, новое и работающее. В начале года нам нужно было построить бизнес-интеллижент систему в банке. И это означает, что нам нужно было собрать данные из огромного количества внутренних систем, в каждой из которых обычно большие датасеты, там сериас данных и какая-то своя статика в одном месте. Так, чтобы наши бизнес-аналитики могли это кверить вместе, джонить эти данные между собой. И мы попробовали довольно много решений. Мы начали с Hadoop, Spark, Vertica. Vertica была неплохой, но даже для нашей организации стоимость и масштабирование слишком велика для этого проекта. И после того, как мы попробовали клихаус, дальше мы уже не двигались. Вот. Собственно, в чем наша особенность нашего юзкейса? Обычно люди, когда рассказывают про клихаус, они рассказывают про какую-то таблицу с ивентами или там две таблицы с ивентами и какой-то набор данных вокруг. И их отчеты строятся по этой большой таблице, их можно оптимизировать, запросы к ним обычно более-менее понятны. Наша ситуация другая. У нас есть большое количество людей, которые не только кверят клихаус, но и заливают в клихаус данные. И нам необходимо разграничивать доступ к данным, нам необходимо обеспечивать, чтобы одни люди не мешали другим. Поэтому, когда мы принимали решение о том, чтобы идти с клихаусом в продакшен, а это было в апреле года, в апреле этого года, когда вокруг клихауса не было почти ничего, ни у DBC драйвера нормального, то мы были настолько, в общем, довольны его перформансом, что готовы были взять на себя риск по созданию инфраструктуры самим. И мы создали такой прокси, который парсит, исколь запрос клихауса, фактически реплицировали сами исколь клихаусы у себя, чтобы проверять пермиссию людей. И также, чтобы ODBC драйвер, табло, на тот момент даже не существовавший под Windows, смог работать. И вот с этими вещами клихаус все равно был настолько хорош, что люди перестали использовать существующие системы для запросов буквально через месяц после нашего релиза. Это такая маленькая success story в большой организации клихаус можно внедрить, и всем от этого становится хорошо. Илья сейчас немножко скажет про табло, потому что вот то, что показывал Артем, оно выглядит хорошо, пока ваша бизнес интеллижная система не популярна. Как только она набирает популярность, и люди внутри начинают ее использовать, проблемы в табло вылезают очень быстро, и лучше о них знать заранее. Ну, изначально мы пытались делать логику SQL-трансляции внутри драйвера. Внутри драйвера была логика, которая переписывала вот этот синтаксис, который пишет табло, а он пишет много разных конструкций, которые часто даже SQL сложно назвать. Всякие конструкции в фигурных скобочках, и дальше там всякие функции, не знаю, это ODB-сишные или чисто таблошные. В общем, неважно. Мы писали такую трансляцию, которая переводила это в язык клихаус, и дальше это все отправлялось в клихаус. Но это было немножко сложно саппортить, когда возникали баги, использовали драйвер, и мы решили создать прокси, который перенести логику с клиента на сервер. Это один момент. Во-вторых, когда люди работают с табло через ODB-си-драйвер, они хотят строить реал-тайм-отчеты, реал-тайм-всякие, например, графики, которые показывал Артем, там можно в табло делать, чтобы кликаешь, например, два раза на ячейку, если кликаешь, у тебя строится какой-то более детализированный отчет на основании этих данных, или там другие данные показываются, или группируются по другим критериям. И текущий ODB-си-драйвер этого не умеет делать. Он сразу фейлит, и с ошибками, в общем, дальше ничего не происходит. Вот. Текущая тенденция очень хорошая. Вот. Приявился драйвер, который есть, который человек, я знаю, в гиткабе улучшает. Есть коммиты, есть уже скомпилированные версии. Я верю, что это все будет улучшаться и улучшаться. Вот. Но есть чем работать. По поводу того, что есть ошибки, есть вверхраунд можно в экстракт режим перевести. Вот. Но экстракт нужно рефрешить, а рефрешить либо на десктопе, либо на севере. Север платный, и он стоит в разы дороже, чем десктопная версия. Вот. Если есть вопросы, задавайте, с удовольствием ответим. Еще раз отвиняемся с такой сумбурной выступлением. Спасибо за доклад. Подскажите, а планируете ли выкладывать как раз вот этот прокси, который вы озвучили, в свободный доступ? Можно ли его где-то взять, пощупать, может быть, что-то закоммитить? Вообще это довольно сложный вопрос для банка. Нет, ну то есть некое движение в эту сторону есть. Вообще банк эволюирует в возможности коллаборации с опенсорсом и в ту и в другую сторону, но сроков назвать невозможно. Тем более у нас в этой прокси есть вещи, связанные с трансляцией SQL, и есть своя собственность security модель, которую мы реализовали для банка. И если дойдет до такого состояния, что нам радышат это сделать, придется еще потратить сколько-то усилий, чтобы это все разделить. Спасибо большое. Меня зовут Николай. Такой вопрос. А у вас в ClickHouse все запросы идут под одним клиентом, под каким-то одним пользователем, или вы как-то разграничиваете права доступа к этой базе? Ну, сначала мы делали с помощью users'xml конфигов, в ClickHouse на механизм, это не масштабируется. Поэтому в этой проксе мы парсим запрос, у нас есть синтаксическое дерево, мы разбираем его, смотрим, кто куда идет, и на уровне этой прослойки разрешаем или запрещаем. Более того, у нас есть ситуации, когда мы можем пустить человека в таблицу, но можем показать ему не все ряды, и тогда вот эта прослойка добавляет wear condition соответствующий. Ближайший коммерческий аналог это Oracle VPD, если вы знаете. Такой вопрос. Вы пользователей как-то заводите, или у вас есть интеграция SAD с сервером. А с фултапом у нас интеграция? С фултапом, да? Интересно. Спасибо. Добрый день. Спасибо за доклад. Маленький, но интересный. Интересно прежде всего тем, что в интерпризе вы используете табло и ClickHouse. То есть мы сейчас тоже строим микрорешения для нашей компании и делаем веб-морду с какими-то подготовленными дашбордами, но рядом стоит вопрос дать инструмент людям для того, чтобы они сами могли строить какие-то отчеты, дашборды. То есть табло в предыдущем докладе показали, у меня возник вопрос, как это масштабно раскидать по всей компании, потому что мы расположены по всей России. И эти подготовленные дашборды, я так понимаю, что их можно, наверное, как-то сохранять, но реплицировать и шардировать целиком на все. То есть есть ли это возможность, используете ли вы ее у себя в компании, отдать пользователям готовый дашборд целиком на все. Да, в общем, смотрите, чтобы создавать такие отчеты и давать пользоваться людям в компании, должно быть как минимум одна лицензия на десктоп, где десктоп-девелоперы разрабатывают отчеты и должна быть как минимум одна серверная инсталляция, а лучше там две или три, например, UIT, продакшн и девелопмент, где вы можете тысить ваши отчеты, как они работают, потому что, ну, ошибки случаются на сервере, вот, их много случается, в том числе в Tableau, вот. И серверная лицензия, насколько я знаю, стоит 300 килов, либо фунтов, либо евро, вот. Вы можете сами проверить. Может быть, это для нас стоит, так как у нас там своя поддержка еще, да, то есть специальные люди заавлоцированные, вот. И, соответственно, когда вы делаете отчет, вы публикуете его на сервер, вот. Дальше просто там на сервере настраивать, кто это может видеть, видеть ваши отчеты, и дальше просто по веб-ссылке люди переходят и смотрят, вот. А, еще хочу сказать, что серверная инсталляция Tableau работает на Windows, на Linux не работает, на Mac я не знаю. Наверное, уже все? Или еще один вопрос? Еще вопросик. Расскажите, как вам удалось протащить опенсорсные решения через службы безопасности и прочую паранойю, которая дому сопутствует? Вот это, кстати, лучший. Ну, может быть, дойча немножко необычен этим, но у нас довольно много свободы в выборе инструментов здесь. Вот. И опенсорсность, клихаус в этом только помогает. У нас были консерны, что у нас нет коммерческой поддержки в случае проблем, но мы просто сказали людям, что мы сами понимаем этот код и можем его поддерживать. И да, в общем, все это расположено в core network и, соответственно, под firewall и так далее ничего никуда не уходит. Поэтому служба безопасности в этом плане, что data leakage какой-то уйдет, этого быть не может. тем более мы сейчас себя позиционируем не как golden source система данных, да, мы просто пока все агрегируем какие-то данные. Ну, не агрегируем, а заливаем к себе и там храним, позволяем создавать отчеты. Вот. И поэтому сейчас насчет точки зрения данных к нам не так много вопросов. Спасибо. Да, все докладчики тоже получат вот такие вот замечательные подарки. Это очень хорошо. Да, давайте про… А лучший вопрос? Я соглашусь с Павлом, что хороший вопрос был, пожалуй, лучший. Это про open source. Про протаскивание, да.